здравствуйте дорогие друзья добрый день и мы в прямом эфире присоединяйтесь к нашей беседе к нашим обсуждением сегодня тема наша будет посвящена мезотерапии мы назвали ее швейцарская мезотерапия и при проведении нашего времени мы поймем почему напишите нам как наш звук как изображение присылайте нам смайлики здравствуйте всем мы рады видеть и другие города казахстана это по крайней мере на наши такие отметки без замечания что регионы они активнее получение получение знаний получение каких-то новость новостей и новых протоколов новых продуктов намного активнее ведут себя чем мегаполисы астана и нур-султан и город алматы и по-видимому женщины наших регионов тоже намного моложе но это я так отхожу немножко тем мы ждем пока все присоединяются сегодня мы говорим о препаратах компании apriline или бренда apriline которые производят инъекционные препараты для омоложения и коррекции лица в общем даже кожи можно сказать потому что компания направила все свои силы на то что не только стирать или нивелировать проявление старения на лице но и при этом профилактировать процессы старения от воздействия солнца ну и конечно от воздействия возраста мы говорим о мезотерапии мезотерапия это то начало всех инъекционных процедур которые мы сейчас применяем и используем в нашей практике косметологии про родители всех инъекционных баз это мезотерапии и мезотерапии вы знаете что уже очень много лет уже столетие даже можно сказать то что используют в своей практике инъекции которые доказали свою эффективность в плане улучшения качества решения каких-то даже дерматологических проблем и в общем то термин мезотерапия мы и разбираем с вами что это такое если мы поймем сам термин то терапия заканчивается так словно значит мы что-то лечим и лечить можно любые патологические процессы в коже но для этого их нужно понимать поэтому косметология даже стала таким запуском расслоение каких-то определенных воздействий на наш организм в плане старения такого генетического старения генетического влияния геронтологического влияния возрастные изменения и вот большое спасибо косметологии потому что пересмотр нашего образа жизни и старение организма в целом стала восприниматься и у нас появилась возможность это приостанавливать и вот нынешние поколения то которые это еще уже подхватила на следующее поколение то то которое уже будет нести в себе эти все знания то я думаю что у нас продолжительной жизни тоже увеличится и увеличится вернее не только молодость на лице но и в общем здоровье нашего тела и это очень важно поэтому не за терапия это тот вот та процедура с которой можно начинать работать достаточно рано не нужно ждать каких-то проявлений на лице слово профилактика хоть ее многие страны в своей медицине отменили но любой врач любой медицинский деятель он все-таки это слово используют в своей жизни ну и мы с вами должны понимать что профилактировать всегда намного легче чем исправлять какие-то проявления на лице которые уже появились поэтому не нужно ждать морщин не нужно ждать гиперпигментации не нужно ждать угревой сыпи нужно начинать лечение кожи заблаговременно и вот это лечение заблаговременно она как раз таки будет называться профилактикой то что может нам дать сама мезодерапия сегодня мы разговариваем о франции швейцарских препаратов компании априлайн которые позволят нам профилактировать и устранять патологические процессы на лице в зависимости от их особенностей поэтому препараты разработаны как для молодой кожи так и для антиэйдж терапии и что хотелось бы еще отметить у мезотерапии конечно же мезотерапия влияет на сам патогенетический патогенетический ход развития этой проблемы этиологию к сожалению мы прервать не можем хотя зная опять-таки слово профилактика например если мы боимся гиперпигментации то нужно этиологию это именно воздействие ультрафиолета до прервать сам патоген с мы уже берем под контроль помощью мезотерапии то есть как развивается уже само состояние гиперпигментации поэтому мы можем разговаривать об этом бесконечно и на самом деле учить себя учить своего пациента правильно профилактировать какие-то изменения на лице и это можно сделать как говорил филипп пяти что результат мезотерапии можно отметить через десять лет и вот когда мы ждем этого эффекта не всегда он такой впечатляющий сразу же после самой процедуры и это не волшебная палочка но это волшебный шприц с препаратом с правильной иглой и в правильных руках мезотерапевта эта процедура которая вам принесет молодость красоту и здоровье вашей кожи спустя много лет процедура терапевтическая поэтому делать ее нужно по определенному курсу который регламентирован компании производителя и отталкиваются они от того сколько времени находится препарат в ткани через какое время он даст какие-то результаты на лице поэтому иногда есть у нас такие стандартные базовые знания по мезотерапии но и еще присоединяются нас рекомендации со стороны компании разработчика потому что они это все изучают на клеточном уровне а мезотерапия осуществляет адресную доставку веществ мы взяли шприц иглой и проколов кожу то есть нарушив ее целостность ввели вещества туда где их ждут наши клетки например мы можем проколоть и ввести препараты в эпидермис это наша красота кожи это то что мы щупаем это то что мы трогаем руками то что ощущаем и то что визуализирует наша пигментация наша жирность наша сухость шелушение все это заложено именно в клетках эпидермиса поэтому не надо не забывать и обязательно нужно воздействовать на эти участки можно ввести препарат в дерму это более глубокий участок кожи и тоже с помощью иглы мы можем доставить уже крупномолекулярные элементы то есть те которые через кожу вообще не проникают если кожа не с нарушенной целостностью и здоровая кожа не пропустит на такую глубину никакие вещества крупномолекулярной везде которые как раз таки и нужны нам в дерме это гиалуроновая кислота который мы все знаем это белковые структуры которые являются строительным материалом у нас для коллагеновых властиновых волокон поэтому с помощью львы мы осуществляем адресную доставку туда где ждет наша кожа эти вещества но и также с помощью мезотерапии мы можем и еще глубже спуститься то есть это уже другая тема ли политиков или воздействие на жировую ткань то есть мы можем с помощью львы достичь и уровня жировой клетчатки мезотерапия не имеет системного действия это терапия которая работает локур регионарно то есть мы работаем по зонам те зоны которые лечим поэтому основная зона в косметологии это конечно же лицо но нельзя забывать о шее и декольте и также женщины не забывайте о своих руках потому что это тот участок на который мужчина обращает внимание это шея и руки это как раз таки те зоны которые обязательно нужно омолаживать приводить в порядок или просто профилактировать в процессах старения и изменения при мезотерапии мы конечно учитываем индивидуальную особенность во-первых хотелось бы сказать о переносимости самой процедуры потому что многие и боятся выполнять такую процедуру боятся боли сейчас инновации позволяют нам приспособиться к введению препаратов абсолютно без болезненным методом и это не только инновации в технике проведения самой процедуры например разработаны новые приспособления новые техники инъецирования препаратов кожу ну например у нас появилась канюля которая а травматично вводит структуру ткани но иногда ее пугает ее длина и кажется что это еще более страшно и более болезненно есть у нас дермороллер дермороллер он предназначен больше для таких домашних или эстетических процедур а вот что касается непосредственно мезотерапии все-таки это дермопен или мезоручка это тоже то что появилось в нашей практике это то приспособление которое может позволить нам ввести на глубину до двух-трех миллиметров вещество мезотерапевтическое кожу то есть это эпидермис и дерма по глубине и при этом не испытывать никакой болезненности ну и стандартные техники применения которые мы знаем из базовой мезотерапии это классическая техника техника напаж которая абсолютно терпима для любого пациента даже с очень высоким порогом чувствительности и техника по полбу горков и линейно-ретрократа это есть сейчас перечислила техники которые мы можем использовать для введения мезотерапевтического препарата ну и сами производители конечно не стоят на месте у нас за небольшой период времени произошла целая эволюция мезотерапевтических препаратов начинали мезотерапию ампульными препаратами тогда когда мы соединяли препараты между собой и со сами составляли в шприце мезотерапевтический коктейль это наша история мезотерапии и уже это немного отходит потому что на пятки наступает новые технологии инновации нанотехнологии производстве следующий этап в эволюции мезотерапевтических препаратов это не за коктейли когда в один флакончик или в одну ампулу уже смешанные препараты между собой помещают с определенной стерильностью с определенной базы например водной структуры или гелевой структуры это как салат винегрет нарезали разные ингредиенты смешали все в одну чашку вот это вот мезотерапевтический коктейль и следующий этап или следующая ступень производстве это уже такие вот не за композиции и почему я к этому подвела и вот как раз таки компания apriline она изготовила или изобрела такой мезотерапевтический препарат который мы уже не называем не за коктейля а мы называем не за композиции когда использование специальной технологии кровь с линки композишен мы получили новую мезотерапевтическую структуру то есть почему эта эволюция происходила потому что мы знали знаем принцип мезотерапевтического воздействия да когда мы с помощью боли с помощью травмы с помощью иглы раздражаем рецепторный аппарат ткани но и учитывать обязательно должны действия препаратов которые мы вводим видимо не доставало каких-то комплексов не доставало каких-то композиций именно для построения этой новой ткани и новой структуры но и учитывать нужно что наш организм это все-таки умная машина которая при введении допустим извне каких-то компонентов постоянно пытается все это быстро куда-то использовать или быстро куда-то отнести и вот что касается мезотерапевтических препаратов конечно мы вводим структуру живых клеток кожи там где есть сосуды там где есть интерстициальная жидкость там где есть лимфатическая система и эти компоненты которые мы туда вводим очень быстро рассасывались да или просто разносились биодезеродировали из этого участка и когда мы пытаемся иницировать курсом то получается что у нас интервал между процедурами достаточно большой примеру 7-10 дней а сами вещества они находятся там 72 часа то есть это был хороший период и вот все-таки вот эти исследования запустили инновацию в производстве препаратов когда нам хочется чтобы интервал между процедурами был более длинный но на этом протяжении времени сами вещества находились всегда в коже и вот то что нам позволяет сделать компания free life своих мезотерапевтических композициях срок действия введенного вещества в кожу 21 день на то есть это достаточно длительный срок но этот самый длинный срок который у нас есть все зависит и от метаболизма и от активности гормональной функции спортивной активности человека хорошего кровоснабжения или не очень и в среднем мы даем 14 дней интервальность между промежутками мезотерапевтической инъекции то есть это очень хороший срок между процедурами и 14 дней 100 процентов препарат находится в структуре ткани иногда даже чуть дольше до 21 дня и что это позволяет нам сделать тогда когда мы ввели в кожу осуществили травму повредили структуру мы запускаем своеобразный воспалительный процесс для того чтобы клетки наши собственные клетки макрофаги уничтожили и унесли разрушенные структуры которые мы с вами осуществили во-первых там есть не только те которые мы сделали с помощью иглы но и те которые разрушены свободным радикалом это уже процессы фотостарения либо хроностарения и в результате то что мы иголочкой прокалываем мы получаем запуск такого очищения кожи от ненужных уже от поврежденных клеток и оставляем в этом месте материал из которого растут наши новые структуры это коллагеновые волокна улучшается качество эластиновых волокон запускается гиалуроновая кислота в росте из фибробласта то есть очень многие такие вот вещи происходят самостоятельно и конечно же чем старше человек чем дефицит этих нужных компонентов больше а вот от этого и складывается еще и курсовой протокол то есть чем моложе человек тем протокол может быть более укорочен профилактически чем старше то есть каждой пятилеткой вы должны прибавлять плюс одну процедуру если если рекомендовано в общем на курс процедур 6 инъекций то есть 6 процедур с интервалом 14 дней то если вам 35 вам 6 будет достаточно если вам 40 вы делаете 7 если вам 45 вы делаете 8 и это моя рекомендация уже как практикующего специалиста потому что достичь идентичных эффектов у разновозрастных пациентов с одной с одним курсовым протоколом невозможно и должны это понимать и мы как специалисты косметологи так и наши пациенты которые приходят к нам поэтому чем старше мы становимся конечно тем больше внимания и времени требуется для того чтобы изменить какие-то патологические процессы в нашей коже поэтому курс процедур рекомендованы компании apriline 3 процедуры с интервалом 14 дней профилактический 6 процедур с интервалом 14 дней терапевтический и здесь мы уже наблюдаем то что мы с эволюцией самих мезокомпозиций сейчас я еще к этому вернусь как изготовлены препараты apriline мы еще и получили эволюцию курсовых протоколов раньше мы рекомендовали не менее 10 процедур раз в неделю то есть это было очень часто и очень длительный курс сейчас мы видим более сокращенную сжатую программу и которая мало того еще и более эффективно в действии самих препаратов потому что они работают пролонгированно это очень важно когда мы подбираем или выбираем саму процедуру и я бы хотела отметить еще и как бы обратиться к самим пациентам которые будут слушать может быть наш эфир когда вы ориентируетесь только лишь на ценовую политику самой процедуры всегда обратите внимание какой материал вам предлагаю то есть конечно же если мы работаем моно препаратами и составляем коктейль сам то ценовая политика себестоимости самого материала она дешевле в инновационное производство мезотерапевтических композиций заложены траты на науку на производство на уникальность технологий которые дают нам возможность пролонгировать действие этих препаратов до 14 дней представьте это какие сроки это какие затраты конечно же такой мезотерапевтический препарат он стоит в себестоимости намного дороже но здесь на листе нужно ставить не цену затрат на одну процедуру а все-таки отталкиваться от того что вы в результате получаете поэтому когда вы идете как пациент на мезотерапию то ориентируйтесь не только на цену всегда узнавайте что вам предлагают какой вариант предлагают конечно выбор за вами всегда но с инновационными технологиями мы конечно будем расти в ценовой политике это мы должны понимать как новая машина которая имеет брендовую марку она стоит намного дороже и с вещами также поэтому чем качественнее вещь чем качественнее товар конечно мы получаем и более качественную более качественный долгосрочный эффект который мы хотели получить и теперь уже ближе к производству самих мезотерапевтических коктейлей в производстве препаратов Априлайн используется чак технологи это кросс линки гиалуроника ациди композишн то есть если мы чак технологи разберем по словам это специальная технология модифицирования гиалуроновой кислоты и если вы вспомните о салате винегрет который мне говорил вначале то есть когда мы делали сами мезотерапевтический коктейль то у нас была гиалуроновая кислота и мы добавили витамин c добавили аминокислот перемешали и ввели в кожу то при производстве препаратов Априлайн мезотерапевтических благодаря чак технологи используют молекулу гиалуроновой кислоты как матрицу как носить и ценных веществ которые нам нужны для стройки нашего нашей структуры дермы и эпидермиса гиалуроновая кислота это такой клубочек который свернутый это линия которая свернута в клубочек со многим пустым пространством и чак технологи разворачивает этот клубочек насаживает витамины аминокислоты пептиды олигоэлементы в нужный участок я дальше расскажу для чего это надо то есть у каждого есть свое место и она не просто так выделено далее опять заворачивают этот клубочек обратно то есть наша ткань при введении видит молекулу гиалуроновой кислоты причем эта молекула крупномолекулярная то есть она соответствует нашей физиологической структуры ткани и она нам не чужеродна поэтому аллергической реакции на эти препараты не бывает они идеально подобраны под нашу физиологию ткани и вот после того как этот клубочек с богатым составом ввели структуру нашей ткани по мере определенного биохимического процесса в ткани начинает выделяться то вещество на каком этапе оно необходимо то есть вот насколько научные технологии зашли вперед то есть они рассчитали не только что нужно в этом этапе для того чтобы выстроить новую структуру коллагена чтобы фибробласт поделился чтобы появилась новая гиалуроновая кислота она уже наша они еще и очередность этих препаратов рассчитали и вот в том этапе когда нам нужен витамин c он будет выделяться том этапе когда нам нужны микроэлементы они будут выделяться есть особенность когда у нас находятся антагонисты вещества в одном коктейле вот если мы их салат винегрет добавим до мезотерапевтический коктейль то эти два антагониста они не смогут нам осуществлять какой-то какое-то влияние на на наши клетки потому что они просто друг друга убили внутри этого коктейля в данном незакомпозить композиции оприлай эти антагонисты находятся в разный период своего действия то есть выделяется одно вещество когда она отработала ушло уже выделяется следующее вещество то есть они все присутствуют в этапе регенерации ткани но при этом они друг другу абсолютно не мешают и они не разрушаются это инновации нашей мезотерапии это то что позволяет нам осуществить правильную регенерацию регена регенерацию законченную потому что слово стимуляции она звучит у нас очень часто когда мы говорим что стимулируем коллаген или стимулируем фибробласт это понятие что на самом деле появляется коллагеновое волокно но наша задача в косметологии либо его сохранить таким какое оно было в молодости либо вернуть ему то есть тот состав который он был 25 лет и поэтому это важно что мы вводим еще с мезотерапевтическим коктейлем и в какой период этот компонент будет работать вот этим и славится компания в общем-то при лайм что здесь инновации в производстве самого мезотерапевтического коктейля или правильнее говорить об этом препарате не за композиция то есть все самое вкусное самое ценное оно спрятано в молекуле гиалуроновой кислоте это важно еще и для того что когда мы вводим структуру нашей кожи то есть вещества например такой как витамин c он очень быстро разрушается и очень быстро распадается окисляется то есть он не не может осуществить свое действие хотя он очень важен как в периоде меланогенеза так и в неоколагенезе то есть без витамина c наш коллаген не появляется и вот в данном случае если мы его вводим как обычный мезотерапевтический препарат дойдет ли он до этой структуры сможет ли он осуществить свое влияние большой вопрос а вот внутри молекулы гиалуроновой кислоты он сохранен вот этих биохимических атак и витамин c сохраняя свою природную структуру он доходит ну во первых на адресное его доносим туда где нужно что дает на мезотерапии игольное во вторых он спрятан он защищен самой гиалуроновой кислотой для того чтобы его не разрушили какие-то другие композиции или просто при изменении пиаш структуры поэтому очень важно чтобы эти компоненты еще и работали на той глубине которая необходимо чтобы они полностью выполнили свою функцию чтобы они не разрушились раньше чем они должны были примениться и это позволяет нам сделать мезотерапевтическая композиция apriline я думаю что с производством таких мезотерапевтических коктейлей нам уже понятно и перейду к обзору препаратов которые есть всего в линейке мезотерапевтических коктейлей их три три всего препарата но это все что вам нужно для работы мы начнем с препарата конечно который предназначен у нас для профилактики и для молодой кожи называется он skin line этот препарат создался для того чтобы начинать работать этим этой процедурой и именно этой мезокомпозиции достаточно рано в раннем возрасте тогда когда во первых нету каких-то серьезных возрастных изменений но при этом опять-таки профилактировать процессы возрастного старения и фото повреждения кожи очень необходимо но и у нас есть еще дополнительные проблемы с кожей в молодом возрасте чаще всего это акне это расширенные поры сальность на лице и гиперпигментация это проблема раннего возраста и именно в препарате skin line спектр этих компонентов учитывает все что можно встретить до 35 лет это молодой возраст когда мы мало уделяем себе внимание именно профилактики мы гордимся загоревшей кожей но при этом не думаем о гиперпигментации которая благодаря этому красивому шоколадному загару проявится спустя пять лет мы не обращаем внимание допустим на изменение сальности нашего лица хотя это запуск того что может подсыпать воспалительные элементы могут быть расширенные поры которые в результате дают нам и нарушение гидробаланса кожи а то есть все это учтено в составе не за композиции skin line а у него очень богатый состав основой конечно является гиалуроновая кислота здесь присутствуют пептиды глютатион дипептид пальмитуэл тетропептид 3 пальмитуэл тетропептид 1 аминокислоты пралин визин валин цистеин глицин и витамины c и биотин то есть комплекс очень большой еще хотелось бы отметить что именно такой состав мы не можем собрать из монопрепарат потому что у нас есть правило что более трех активных ингредиентов смешивать в одном шприце запрещено и это еще один повод выбрать у вас готовую композицию для того чтобы вы получили разово большинство компонентов необходимых в данный момент данному возрасту или при данной проблеме поэтому именно препараты мезотерапевтических композиций которые позволяют нам сразу же разово решить множество проблем я сейчас чуть отвлекусь говорят плохо слышно прерывается связь если вдруг с интернетом проблемы то вы можете потом посмотреть видеозапись она будет выставлена обязательно у нас на аккаунте поэтому если вам что-то непонятно не слышно то уже более хорошей записи вы увидите у нас итак гиалуроновая кислота в составе что же она делает гиалуроновая кислота дает нам гидротацию межклеточного матрица это ее задача она притягивает молекулы воды и контролирует уровень влаги в кожи в дерми и в эпидермисе вот здесь это зависит от того куда вы это введете например вы можете колоть данный препарат вводить интер дермально можете вводить с помощью дермопена именно на поверхностные слои кожи в эпидермис для того чтобы насыщать и гиалуроновой кислотой соответственно притягивать воду для увлажнения самой кожи реструктурирующее действие оказывает гиалуроновая кислота она раздражает рецепторы фибробласта и фибробласт начинает делиться и обмануть наш организм невозможно то есть если нашей коже не требуется большое количество фибробластов на данный момент то этого и не происходит если кожа у нас в дефиците этих стимулирующих собственных биологически активных компонентах то конечно же фибробласт будет активизироваться и будет делиться то есть в результате мы получаем клетки структуры клеточные которые запускают нашу собственную регенерацию а уже из фибробласта мы получаем процесс неокалогенеза то есть будет активность стройки нового коллагенового волокна мы получаем рост гиалуроновой кислоты из фибробласта нашей собственной и в результате терапии у нас структура дермы будет полностью замещена собственной тканью это мы получим благодаря курсовой терапии поэтому мезотерапия это курс и эти эффекты отследить можно не сразу конечно же это сроки 3-4 месяца требуется для того чтобы вы ощутили плотность этой ткани тургор эластичность кожи чтобы вы были довольны результатом проведенной мезотерапии поэтому не ждите от мезотерапии сегодня результат мезотерапия работает на завтра то есть уже на следующий срок когда вы уже закончили терапевтический курс то вы потом начинаете наслаждаться тем эффектом который достигла мезотерапия поэтому обратите на это внимание и не разочаровывайтесь рано если вы вдруг сразу не увидите эффекты хотя при использовании правильных мезотерапевтических коктейлей и в правильных руках мезотерапевта результативность мезотерапии в любом случае будет и сразу то есть есть такие быстрые эффекты которые тоже можно получить с помощью мезотерапии аминокислоты в составе вообще аминокислоты являются структурными компонентами белка то есть это кирпичики из которых строится крупная стена и вот если стена это коллаген то именно аминокислотный состав помогает нам эту стену выстроить ну или если так условно представить что в стенке из кирпича нет каких-то кирпичиков то есть она уже не прочная она может какой-то период переломиться и сломаться и так мы получаем с вами фрагментированный коллаген или структуру уже поломанного коллагена и видим внешне мы морщину и вот чтобы этого не происходило то когда мы вводим этот аминокислотный состав дерму то эти кирпичики укрепляют стену для того чтобы она стояла крепкая прочная и мы тогда на коже ощутили этот турбок вот вам и еще одна профилактика то есть не надо ждать пока эта стена рухнет и вам заново ее придется строить а во первых чтобы построить нужно очистить место да то есть правильно должны отработать макрофаги а это иммунная система которая не всегда активно и не всегда участвует полноценно а вот подкрепить стену да провести такой капитальный ремонт мы можем поэтому аминокислоты и являются вот тем теми теми помощниками которые как раз таки эту стенку у нас и подглотают очень важно еще учитывать конечно действие каждого отдельного каждой отдельной аминокислоты у нее есть своя работа например пролин лизин и глицин они способствуют формированию коллагена то есть стеночку лепят а валин он учит как правильно поставить кирпичи в какое место и где должен должен каждый кирпичик стоять то есть он приносит такую информацию о структуре белковой то есть как должна быть выполнена стена можно как с архитектором сравнить вот цистиин входит состав большинства белков которые некоторых биологически активных пептидов в том числе альфа кератина то есть это основной белок эпидермиса то есть несмотря на то что вы его можете вести в дерму или оставить в клетках эпидермиса все аминокислоты будут принимать определенное участие свое участие и в данном случае восстанавливает структуру защиты клеток он восстанавливает структуру эпидермальных белков так работают у нас кептиды витамины в комплексе витамин c без него не обходится неокаллогенез да то есть нужно помнить что и даже если вы будете самые ценные препараты факторы роста поле дезекции либо нуклеиновую кислоту но не будет витамина c или будет дефицит вы не получите структуру коллагена поэтому витамин c очень важен в антиэйдж терапии как в профилактике так и в лечении процессов старения также витамин c является ингибитором меланогенеза он контролирует меланогенез это то что предотвращает гиперпигментацию и поэтому профилактически когда нет пигмента но вы часто на солнце вы часто выполняете агрессивные процедуры вы используете кислоты в своем домашнем уходе вам витамин c необходим для того чтобы взять под контроль меланогенез то есть процесс образования пигмента ну и если уже пигментация все-таки появилась то витамин c тоже будет осуществлять свое действие потому что он осветляет уже пятно то есть депигментирует гиперпигментацию ну и мы знаем витамин c как антиоксидантную защиту а то есть это всегда на страже нашего нашей молодости да это то что защищает от ультрафиолетов сам погибает ультрафиолетовые лучи облучение не пропускает кожу поэтому задача витамина c много и его конечно же должно быть много в составе наших препаратов как ухоновых так и инъекционных биотин а его называют витамином группы b относят или витамин h его еще называют он берет контроль сальности на себя то есть это тот препарат тот компонент в мезокомпозиции который контролирует контролирует уровень жирности на лице это если кожа жирная например лоснится через несколько часов после умывания появляется жирный блеск который влечет за собой помидоны распаление ну и такой неопрятный внешний вид но если кожа сухая то сальные железы не будут меньше вырабатывать кожного жира поэтому берет под контроль сальные железы ну и кроме того биотина есть еще и фунгицидное воздействие это противогрибковый эффект и очень важен это как раз таки у пациентов которые склонны к акне и очень часто которые прибегают к применению противовоспалительных средств содержащих антибиотик если вы заглянете в состав любой дерматокосметики который продается в то практически вся серия антиакны она идет на основе антибиотиков например клиндомицина вот когда очень долго длительно используют такие препараты для того чтобы подсушить подлечить высыпание то грибковая микрофлора очень хорошо расцветает и мы это с вами знаем когда нам антибиотик назначает вовнутрь всегда назначает противогрибковый препарат вся та же самая история у нас из кожи поэтому микробиом кожи нужно восстанавливать и в данном составе нам поможет это биотин то есть и контролировать сальность то есть это поросуживающий эффект который все пытаются достичь и конечно же еще противогрибковый препарат то есть на уровне восстановления после лечения этот препарат необходимо использовать для пациентов с акне для того чтобы выровнить именно микробное число или восстановить иммунную систему клеточный иммунитет нашей кожи пептиды мы объективах много с вами слышим много знаем и пептиды сейчас мы и пьем и мажем и клеим в виде пластыря пептид это тот на работа которая появилась как такой был прорыв один из последних которые в косметологию зашли очень активно и стали использоваться но при этом мы знаем с вами что пептиды не всегда такие спокойные да когда мы столкнулись со многими препаратами инъекционными многие может быть из присутствующих здесь нашем эфире понимают что когда себе они выполняли некоторые фирмы некоторые бренды это достаточно болезненный препарат на введение такая реакция кожи на него бывает вот здесь еще опять возвращаясь к правильности именно производства то есть здесь вот то вещество которое может вызвать такую реакцию спрятана в глубь гиалуроновой кислоты и поэтому если мы его ввели через эпидермис например и он должен устремиться этот пептид в дерму то проходя вот эти слои кожи он сталкивается с рецепторами сосудами которые реагируют на этот пептид немного агрессивно поэтому мы видим что папу воспалились покраснели больно при введении инъекций а в данном случае а прилаянных спряток внутрь молекулы гиалуроновой кислоты когда она проникает через эти слои кожи не сталкивается пептид с этими структурами поэтому нету никакой внешней реакции какую бы технику вы не использовали с данным препаратом это всегда проходит абсолютно спокойно для кожи сделали папула они красивые ровненькие как бусинки сделали технику напажа тоже мы видим эритем от напажа потому что это сама техника такая но при этом кожа абсолютно себя спокойно ведет то есть это еще говорит о правильности или нужность вот этой инновации в производстве препаратов то есть компонент произвели пептид изучили но вот технологию введения его трансдермально не каждая компания использует и вот компания прилайн это преимущество то есть пептид не вызывает никаких раздражающих действий на рецепторы и на сосуды и в составе скинлайна здесь препараты которые здесь пептиды которые повышают в области эластичность кожи это пальмидуэлдетропептид 3 матриксил 3000 стимулирует синтез коллагена и гликоз аминогликанов это гиалуроновая кислота которую мы с вами знаем ну и также стимулирует выработку коллагена первого типа и фибронектина то есть эти пептиды занимаются профилактикой старения коллагеновых волокон чтобы мы имели свою качественную кожу и не занимались стимуляцией новой опять-таки говорю что всегда предотвратить лучше чем лечить потому что у каждого каждой клеточной структуры есть свое свой цикл или свое количество делений и мы это тоже должны понимать то есть если мы фибробласт начнем стимулировать деление в росте очень рано то наша ткань наверное истощается уже спустя 20-летие использования мезотерапии каких-то других стимулирующих композиций вот а здесь мы сохраняем получается качество и структуру того коллагенного волокна который дал он дала нам природа ну или чуть-чуть подлотаем но все равно сохраним дипептид 2 стимулирует синтез коллагена и гликоз аминогликанов также стимулирует фибронектин коллаген первого типа и гиалуроновую кислоту и глютатион пептид в составе это профилактика фотостарения это самый мощный антиоксидант который сохраняет молодость нашего организма глютатион детоксикан он выводит токсины способствует очищению кожи от остаточных каких-то комплексов которые образуются при распаде белка при воспалительных процессах оказывает противовоспалительный эффект ну и глютатион еще депигментирующий комплекс который помогает нам взять под контроль меланогенез то есть и витамин c помните есть составе глютатион и вот эта пара которая друг другу помогает и друг друга сохраняем поэтому получим очень мощный очень качественный эффект при использовании данного препарата и так препарат skin line это препарат который назнает предназначен для людей до 35 летнего возраста для профилактики коррекции гиперпигментации для людей склонных воспалительным элементам и в процессе лечения угревой болезни для коррекции явления кост акне этот препарат который придат сияние блеск и восстановить цвет нашей кожи насытит кожу влагой потому что здесь работает гиалуроновая кислота и пептиды которые стимулируют собственный гликоз аминогликан то есть это увлажнение сияние блеск здоровья вашей кожи препарат skin line следующий препарат линейки april line это h line h это возраст да в общем то это препарат который предназначен для решения вопросов возрастных изменений и данный препарат здесь уже конечно мы назначаем соответственно возрастным изменениям но хроностарение то есть возрастные изменения ткани не всегда могут идти параллельно с фотостарением ткани то есть фото повреждение может быть более выражено чем возраст пациента поэтому конечно же по назначению этих препаратов мы отталкиваемся не только от возраста пациента но и от уровня или выраженности повреждений нашей кожи поэтому здесь вы специалист и вы рекомендуете тот или иной препарат который вы пытаетесь назначить своему пациенту не пытаетесь а должны назначить своему пациенту то есть выбор за специалистом который понимает состав и решение патогенеза самой проблемы в препарате h line содержится гиалуроновая кислота комплекс аминокислот пролин лизин валин аргинин и глицин витамины группы b рибофлавин b10 биотин токоферол это витамин е витамин красоты пептиды пальмитуил пентапептид 4 ацетил тетропептид 5 ацетил гексапептид 3 то есть опять комплекс очень очень даже большой масштабный состав который влияет на разные участки нашей ткани ну чем отличается гиалуроновая кислота будет одна и та же что в скин лайне что в эйч лайне и опять тот же самый механизм производства то есть гиалуроновая кислота у нас кладовка которая хранит нужные питательные вещества для наших живых клеток кожи а разница чуть-чуть в аминокислотах здесь добавлена аминокислота аргинин она занимается стимуляцией клеточного отделения то есть это кислот аминокислота уже ускоряет цикл обновления клеток что очень важно как раз таки регулировать с возрастом пациента у них замедляется процесс обновления клеток эпидермиса и скорость неокологенеза тоже замедляется поэтому мы пытаемся с вами обновить структуру кожи но это не получается так быстро поэтому здесь добавлена та аминокислота которая стимулирует на сроки обновления клеток а разница в пептидах она конечно абсолютная и здесь уже пептиды которые влияют на наш хронологический возраст и уже на ну допустим какой-то период фото повреждения ткани матриксин пептид стимулирует клеточную активность стимулирует продукцию фибробластами коллагена и собственной гиалуроновой кислоты ацетил тетра пептид 5 укрепляет сосудистую стенку снижает ее проницаемость и обладает противоотечным действием это очень важно с возрастом потому что мы ощущаем с вами даже имея сухую кожу внешне мы чувствуем с вами отеки которые нас беспокоят по утру иногда там через час два три после сна мы становимся более красивыми когда мы себе начинаем нравиться но каждый я думаю что достигший 40 летнего возраста отмечает в себе некую пастозность отечность по утру и вот как раз таки данные препараты и человек нам помогает решить эту проблему профилактировать отеки а соответственно это лечение и сосудистой системы потому что если неправильно работают наши сосуды если кровоснабжение ткани нарушена то у нас недостаточно кровоснабжение доставка питательных веществ собственных и доставка конечно же кислорода и ткань живет у нас в такой гипоксии в таком гипоксичном состоянии где замедлены метаболические процессы в самой ткани и у нас тогда застревают внутри ткани плохие разрушенные компоненты токсины и обломки самих белков и клеточных структур и нету правильного процесса очищения вот этих разрушенных тканей то есть я уже говорила о том что прежде чем построить новый коллаген нужно убрать старый и здесь занимаются клетки макрофаги они в током крови к нам поступают то есть если кровь плохо двигается то и макрофаг конечно придет гораздо медленнее достигнет этого участка уже очень поздно поэтому данный пептид он дает нам способность как раз таки улучшить вот это кровоснабжение ткани и чтобы была такая клеточная очистка и увеличить доступ кислорода к клеткам ацентил гексапептид 3 это пептид с ботокс эффектом он дает нам релаксацию мышечных волокон которые заканчиваются в коже и здесь на самом деле это анатомически обоснованно потому что любая мимическая мышца начинается да у нас она либо от жесткого крепления и вплетается в кожу либо находится там допустим если мимическая мышца не прикреплена к кости то она прикреплена связки и заканчивается в коже поэтому когда мы улыбаемся с вами у нас здесь лучики или гусиные лапки мы их называем это как раз таки конец той мышцы которая называется мимическая и вот при инъецировании в кожу пептидов с ботулино подобным эффектом мы релаксируем этот участок кожи мимика при этом не нарушается мимика активно но глубина или выраженность морщины лимической становится меньше то есть это опять таки обоснованно с возрастом данный препарат рекомендуется рекомендуется использовать у нас уже для лет старше 40 лет либо если внешний пациент поврежден сильнее там допустим благодаря фото повреждения ткани то вы можете использовать этот препарат и раньше по показаниям еще хотелось бы отметить действие витаминов а здесь уже добавлен более богатый состав витаминов это витамины группы b которые влияют у нас на кровоснабжение на кровоток на качество крови на качество иннервации ткани и здесь еще присутствует антиоксидантная пара в отличие от препарата skin line в h line добавлен уже витамину c витамин е вы знаете что витамин е жирорастворимый витамин и иницировать его в кожу в чистом виде нельзя поэтому данная технология производства нам позволила доставить витамин е туда где он используется если мы выпили таблеточку то таблеточка должна пройти долгий долгий путь преображений и потом попадает в кожу мы вводим в кожу уже тот вид витамина е который занимается непосредственно своим делом задача данного витамина сохранять антиоксидантную систему то есть она бережет она заботится как мама витамине c витамине а и в совокупности витамин е восстанавливает или усиливает нашу собственную антиоксидантную защиту поэтому мы имеем сопротивляемость кожи ультрафиолету свободным радикалам которые образуются в результате нашего образа жизни наших гаджетов которые мы с вами используем повседневно то есть вредоносных факторов очень много рекомендуем курс этими процедурами три процедуры это профилактический курс интервалом две недели шесть процедур это терапевтический курс если вашему пациенту 46 процедур достаточно если ваш пациент старше помните плюс пять лет плюс одна процедура но и мезотерапия это всегда долгий-долгий путь к омоложению но зато это на тот эффект который ваш пациент или вы будете отмечать и радовать он вас будет десятки лет поэтому эффект от мезотерапии вы увидите однозначно спустя 10 лет я так утрирую конечно цифры но при этом это абсолютная правда то есть если вы в 40 лет начали то в 50 лет вы будете наблюдать сорокалетнюю женщину благодаря мезотерапевтическому курсу но в любом случае нельзя сказать что женщина не стареет другими участками у нас меняется костная структура связочный аппарат жировые пакеты но с мезотерапии мы говорим о здоровье кожи поэтому именно кожу мезотерапия она ее сохраняет предотвращает появление старческих пятен предотвращает появление мимических морщин на лице то есть это в принципе очень такой благородный вклад в будущее внешности вашего пациента и вас и третий препарат о котором хотелось бы поговорить это хейрлайн это препарат созданный для лечения волос это тоже одна из актуальных тем для наших пациентов ну и для нас частности я думаю что каждый из вас на каждой из женщины даже мужчины которые становятся старше встречаются с проблемой выпадения волос оно может быть как сезонное да и у нас есть такое понятие наши трихологи любят этот термин использовать как сезонный волосопад да особенно это когда период такого межсезонья происходит а то мы замечаем что мы начинаем терять волосы и это природой заложено также как листики на деревьях опадают для того чтобы выросли новые точно так же у нас и на голове происходит то есть у нас есть свой цикл жизни волос который отработан годами генетически имеет особенность у каждого человека и в какой-то период волосы должны смениться вот этот вот цикл жизни у женщин и мужчин он разнится и с годом этот цикл жизни становится все короче и короче и поэтому женщины с возрастом начинают наблюдать этот волосопад все чаще и чаще чем они допустим становятся недовольными появляется такой страх облысение или полной потери волос бояться этого не нужно но все-таки влиять на эти циклы надо потому что кроме того что мы с вами не хотелось бы это говорить но стареем в любом случае мы приобретаем возраст наверное лучше сказать наверное взрослее и вот с возрастом хотелось бы конечно чтобы качество волос длина волос их блеск эластичность сохранялась длительно и вот как раз таки препараты которые предназначены для такой профилактики они есть и это препарат мезокомпозиции apriline hair line который помогает нам профилактировать наше сезонное выпадение и наше возрастное изменение структуры качества и цикла жизни волос но и также мы сталкиваемся с возрастом с проблемами связанные с волосистой части головы особенно с этим сталкивается женщина потому что женщина живет всю жизнь свою в гормональной пляске да то есть такой резкий гормональный спад перепад который испытывает женский организм а мы с вами как специалисты медицины знаем что любая клетка она регулируется гормонами и вот точно так же и цикл жизни волос тоже регулируется этой гормональной системы поэтому женщина когда взрослеет она переходит сначала в период менструального цикла а потом в период менопаузы и вот как раз таки вот эти скачки они сказка сказываются на качестве волосяной луковицы и волосяного фолликула и когда женщина сталкивается с гормональными проблемами это уже о состоянии здоровья то это непосредственно в эндокринологии приводит к качеству роста волос и определенным таким гормональным выпадением что требуется требует терапии ну и бывают конечно приобретенные какие-то вещи генетические например здесь мужчина и препарат не создан для женщин и мужчин препарат создан для волос поэтому колоть его можно и мужчинам и женщинам и мужчина сталкивается тоже с этими проблемами во первых у мужчины есть генетическая предрасположенность или называется это андрогенетическая аллопеция и начинается ведь она в 17 лет примерно это тот возраст когда идет созревание и становление гормонального фона мужского организма и в этот период начинает влиять гормон тестостерон на андроген зависимые участки у мужчины начинается проявление андрогенетической аллопеции а приходят они к нам с жалобами на облысение уже в 35 то есть представьте сколько лет волосяной фолликул подвергался этому эти опатогенетическому фактору и никакого лечения в этом не было конечно же вот эти сроки они приводят к фиброзированию ткани к атрофии волосяного фолликула и к сожалению уже это вернуть невозможно поэтому для мам для пап для мальчиков которые может быть нас мужем обязательно обратите внимание на генетический фон своих детей и если у вас в роду с вашей стороны с мужской с папиной стороны дедушки дяди имеют андрогенетическую аллопецию то начинайте лечить своего сына заблаговременно то есть так как он тогда когда он получил половое созревание это можно сохранить то есть жить с волосами можно жить с андрогенетической аллопецией можно главное вовремя начать эту терапию и здесь другая сторона медали неприятное что это нужно делать пожизненно то есть если мы лечим и лечить это можно с помощью мезотерапии сейчас я скажу почему я к этому подвожу вот и на самом деле своевременная терапия приведет к тому что ваш сын ваш муж супруг будет с волосами и в 35 лет конечно в любом случае процесс прогрессирует становится хуже с каждым годом но при этом можно сохранить жизнь волосяному фолликулу и наслаждаться волосами при андрогенетической аллопеции женщине больше повезло при этой патологии потому что облысение полное у женщин не наступает но женщин с андрогенетической аллопеции тоже очень много начинает она проявлять себя в период гормонально гормональной перестройки когда организм готовится к менопаузе это как раз таки возраст 35 40 лет тогда когда мы еще не задумываемся о климаксе но при этом уже гормональный фон уже идет в угасание и вот тогда мы начинаем наблюдать падение волос залысины немного когда меняется наша длина волос мы не волос не растет нам приходится менять стрижку менять форму то есть это на это обращают внимание у нас не укладывается волос так как нужно да то есть появляется какой-то такой хаос на голове и страх того что женщина облысеет полностью здесь хочу успокоить не нужно бояться женщина при андрогенетической полностью не лысей но при этом очень редкий волос может быть и лечить это нужно начинать вот с того периода когда первые звоночки эти появились поэтому если у вас какой-то гормональный дисбаланс произошел удивите себе внимание опять в профилактике волосистой части головы для того чтобы потом не страдать от андрогенетической аллопеции и сохранить волос мой фолликул можно вот здесь мы должны опять использовать различные приемы и в том числе мезотерапию которая одна из самых лучших методов работает на эти проблемы и это хорошая профилактика ну и если вы обратились уже тогда когда есть уже эти проявления то конечно и восстановить рост волос мы тоже можем с помощью мезотерапии то есть именно мезотерапия волос она является такой крайней процедурой перед пересадкой то есть если мезотерапия уже не помогла вам не поможет ничего уже следуйте в следующий этап пересадки волос это тоже сейчас актуально и тоже используют и кстати для тех кто это планирует делать волос пересаживается в ту же самую проблему в зону где влияет гормон дегидротестостерон 5 альфа редуктаза которые нарушают кровоснабжение ткани и в результате волосяную фолликул погибает то есть для того чтобы пересадить волос вам нужно подготовить эту площадь оздоровить поэтому нужно сделать мезотерапевтический куст перед пересадкой перед забором волосяных фолликул да и после того как пересадили волосы после того как прижились волосяные фолликулы опять таки курс мезотерапии нужно подключить для того чтобы подлечить эти волосяные фолликулы чтобы они прижились и чтобы они подольше существовали то есть здесь без мезотерапии мы не обходимся Никуда. Что же содержится здесь в составе? В составе основой матрицы носителем является гиалуроновая кислота, так как и в других мезокомпозициях тоже. Витамины группы В, В3, В5, В6, В7, В12 и рутин. Препарат, который мы с вами знаем из сосудистой терапии, как противоотечное венотонизирующее средство. Аминокислоты, цистеин, лизин, глютамин, аргинин, глицин, микроэлементы цинк и медь. Они антагонисты. Пептид. Сейчас об этом еще раз расскажу. Пептиды. Пептид меди. Пентапептид-4. Пентапептид матриксин. Саматамидин. То есть такие сложные названия пептидов, которые работают, как работают, я сейчас расскажу. Итак, о гиалуроновой кислоте. Мы к гиалуроновой кислоте не возвращаемся, но при этом помним, что она является матрицей, которая на 14 дней оставит нам препараты, которые будут дозированно выпускать нужные лечебные компоненты. Аминокислоты в составе, которые обладают севорегулирующим действием, устраняют шелушение, зуд, сухость кожи. Это тоже одна из проблем, которые встречаются. То есть бывает, что кожа начинает просто зудиться и появляется такая похожая на перхоть шелушение. То есть не только жирность может беспокоить пациента, но и сухость при этом тоже. И очень часто это возникает с возрастом. То есть у женщин пожилых, старше 60 лет, эта проблема тоже очень часто встречается. Ну и, конечно, явление дерматита, раздражение кожи, чувствительности, этот мезотерапевтический коктейль лечит. Аминокислоты, мы уже с вами об аминокислотах говорили много, они являются строительными компонентами, структурами для белковых комплексов. Что такое наш волосяной стержень? Это белок. И вот чтобы этот стержень был плотный, эластичный, качественный, нам нужны вот эти строительные материалы. Поэтому мы их подаем стоком крови, который активизируется, активизируется благодаря витаминам группы В и рутима. Эти строительные материалы, попадая в волосяную фолликул, начинают выстраивать нам структуру волосяного стержня. Ну и, конечно, благодаря некоторым аминокислотам здесь идет регуляция метаболических процессов самой волосяной луковицы. Витамины группы В в составе улучшают кровоснабжение, улучшают трофику кожи, трофику волосяного фолликула, оксигенацию волосяного фолликула и восстановление натурального пигмента волоса. Это профилактика седины. И седина сейчас, вы замечаете, что она очень ранняя у пациента. Поэтому в профилактике, если еще пигмент полностью не потерян, такие волоски вы можете рассмотреть, что они как зебра. В них где-то есть пигмент, где-то седой волос. То есть такой волосяной фолликул в пигменте восстановить еще можно. Если полный седой волос, конечно, уже седину восстановить невозможно. Биотин нормализует себопродукцию, уменьшает кожное сало, восстанавливает стержень, потому что биотин используется в кератинизации, да, то есть в образовании кератина. Рутин оказывает нам противоотечное действие. Отек ткани гистологически наблюдается у нас при андрогенетической аллопеции. То есть это изучение уже и отек кожи, головы, сдавливает сосуды, питающие волосяной фолликул. И за счет этого нарушается трофика волоса, трофика волосяного фолликула, и волос просто не растет. Или растет неактивно, растет не таким, каким мы хотели бы его видеть. Что касается микроэлементов, олигоэлементов, цинк и меди, они являются антагонистами. Помните, я вам говорила, что особенность производства композиции Априлайн, что антагонисты находятся в разных участках, и они не выделяются из молекулы гиалуроновой кислоты одномоментно. Они будут выделяться поочередно, они контактируют друг с другом. И особенность этой технологии, это на самом деле такой прорыв в том, когда нам нужно и то, и другое, но одномоментно, причем в одном цикле роста клеток, но при этом они не должны друг с другом столкнуться. И вот Априлайн Хейр нам помогает использовать эти конкуренты между собой сразу же в одной мезокомпозиции. Для чего нам нужен цинк? Цинк используется в качестве кофермента и участвует в синтезе белка, то есть он восстанавливает нам структуру волосяного стержня, обладает себорегулирующим действием, опосредованно дает антиандрогенный эффект, то есть борется с процессами генетической, андрогенетической аллопеции. Медь, противовоспалительное действие, антиоксидантное действие является необходимым микроэлементом при пигментообразовании, то есть медь восстанавливает волос в цвете, то есть это еще один из воздействий на нашу окраску волос, это тоже очень важно. Ранее седина никогда не привлекательна. Что касается пептидов, пептиды здесь подобраны, отталкиваясь от этиопатогенетического фактора аллопеции. Пальмидуэл-пентапептид-4 стимулирует клетки волосяного фолликула, восстанавливает волосяной фолликул и стимулирует рост. Когда мы используем препараты Hairline от Apriline, волосы реально растут очень быстро и это заметно с первой процедуры. Особенно это отмечают мужчины, так как они часто носят короткие стрижки и приходится им чаще посещать парикмахера. Медь, содержащая 3-пептид, очень важный пептид и на самом деле уникальность лечебных мезотерапевтических коктейлей заключается именно в медь, содержащих пептидах. То есть если он присутствует, то этот мезотерапевтический коктейль признан как лечебное средство при андрогенетической аллопеции. Стимуляция пролиферации клеток, стимуляция синтеза белка, в том числе кератина, ангиогенеза, репарация ДНК. То есть данный пептид меди позволяет восстановить структуру ДНК, чтобы вернуть молодость и красоту наших волос. Инсулиноподобный фактор роста в составе. Стимуляция пролиферации клеток волосяного фолликула, стимуляция синтеза белка, активация спящих волосяных фолликулов. То есть бывают моменты, когда волос выпал, но не вырос. И вот те пептиды, которые есть в составе препарата Априлайн Хейер, они влияют на разный тип аллопеции. Например, есть такой тип птилогеновой аллопеции. Это вот как раз-таки спящие волосяные фолликулы. И данный мезотерапевтический коктейль позволяет их пробудить в росте. Эффективность мезотерапии мы можем оценивать спустя время. Особенно что касается такого вот выпадения волос, как птилогеновое выпадение. Чтобы оценить результативность, нужно 3 месяца, чтобы вы увидели эти новые зачатки волос. И потом откуда-то возьмись, какая-то челка появилась или новые какие-то короткие волосы. Это те волосики, которые проснулись и выросли. И что хотелось бы еще отметить в уникальности пептида меди. Для лечения андрогенетической аллопеции очень часто доктора, трихологи назначают миноксидил. Это тот препарат, тот компонент, который влияет на андроген-зависимую зону. То есть, чтобы рецепторы не чувствовали или не видели дегидротестостерон, мы используем вот такой препарат миноксидил. Используют его пожизненно. У этого препарата имеется синдром отмены. То есть, когда его резко бросают, либо меняют резко дозировку самостоятельно, без рекомендации врача, то проблема, она может вернуться. И вот у пептида меди, который есть в составе данного препарата, отметили его аналогичное действие миноксидилом. Поэтому данный препарат клинически доказан, что он дает свою выраженную эффективность при лечении андрогенетической аллопеции. Вот. И еще раз хотелось бы отметить, именно вот этот факт по терапии нужно использовать при трансплантации волос. Рекомендуйте своим пациентам. Априлайн-фейрлайн препарат по показаниям мы используем при диффузной аллопеции различные антиологии. Очаговая аллопеция. Здесь я ставлю большой восклицательный знак. Только после дифференцированной диагностики. Отправьте своих пациентам для исключения рубцовой аллопеции. Вот здесь мезотерапия в таком формате может навредить любая мезотерапия. Потому что рубцовая аллопеция – это та проблема, которая не лечится травмирующими процедурами. Там нельзя травмировать. Изучить это может только специалист-трихолог. Вот. И здесь у нас присутствует Светлана Гусева. Я ее видела. Здравствуйте. Лично у нее есть на страничке, кстати, очень хорошие трихологические такие, как сказать, диалоги. Да. И там можно узнать вот то, что с трихологами беседовали. И там с несколькими специалистами беседовали. Можно провести диагностику. У нас в клинике DVC тоже Айбузейнуловна Кужаева занимается диагностикой различных типов аллопеции. И на аппарате можно изучить, какой вид аллопеции у вашего пациента. Это обязательно касается очаговой аллопеции. Поэтому я хотела бы тут обратиться к специалистам, что если к вам обратились именно с очагами, то сначала диагностику. Исключили рубцовую аллопецию и с удовольствием применяйте мезотерапию. Она очень быстро поможет вот этот вот очажок закрыть. Но при этом мы лечим всю поверхность кожи головы, а не только очаг. Это мы с вами при базовой мезотерапии проходим. Можно не обязательно назначать мезотерапию при выпадении волос. Если вы заметили, что волос стал тусклый, если он путается при расчесывании, если он не укладывается так, как лежал раньше, то тоже мезотерапия поможет оздоровить стержень волоса. И вы тогда будете довольны блеском и качеством самого волосяного стержня. Если у вас жирные волосы и вы часто моете голову, то тоже мезотерапия волосистой части головы препаратом Априлайн Хейрлайн поможет в регуляции сальности при раннем поседении. Это профилактика седины, это восстановление цвета волос, если еще полная потеря пигмента не произошла. Ну и, конечно, для лечения андрогенной, андрогенетической аллопеции, это препарат пожизненного применения. Курс терапии, профилактика, 3 процедуры с интервалом 14 дней. Лечение диффузного выпадения волос, 6 процедур с интервалом 14 дней. Лечение андрогенетической аллопеции, 6 процедур с интервалом 14 дней. И одна процедура в месяц пожизненно. То есть пока вы будете делать мезотерапию, ваши волосы будут радовать вас на голове. Если вы прекращаете делать мезотерапию, то есть вы теряете контроль над рецепторами, андрогенными рецепторами, над ферментом 5-альфа-редуктазой, над дегидротестостероном, и они опять атакуют вашу волосеную фолеку. Поэтому при андрогенной андрогенетической аллопеции мезотерапия в поддерживающем курсе используется пожизненно. И вот тогда вы будете, конечно, наблюдать очень выраженную эффективность. То есть нам помогает здесь мезотерапевтическая композиция. Компания Априлайн именно в течение 14 дней доставляет нужные компоненты к участкам, требуемым питанием, требуемым лечением. Постепенно, дозированно выдавать эти таблеточки каждой клетке. И вот здесь вопрос, при постковидном выпадении будет эффективность? Есть ли примеры на практике? Примеры есть, потому что в нашу клинику, к трихологу, сейчас очень большой поток пациентов. Она так работает в режиме нон-стоп, да, мы говорим, это вообще очень заметный поток пациентов, который как раз-таки после болезни, спустя 3-6 месяцев начинает отмечать резкое выпадение волос. Особенно женщины старшего возраста, которые переносили ковид в более тяжелом состоянии, в более тяжелом проявлении. Очень заметно. Отметить здесь что надо? Своевременная терапия, она принесет свои результаты. То есть нужно успеть восстановить этот волосяной фоллипул в жизнедеятельности, вернуть к нему кровоток, вернуть к нему питательные вещества, и тогда волос восстановится в росте, и, конечно, количество и качество волос восстановится. Поэтому однозначно, да, мезотерапевтический коктейль Априлайн Хейер вы назначаете пациентам при постковидном выпадении. И не забывайте о том, что им нужно улучшать микроциркуляцию. Поэтому особенно отмечаю, назначайте сосудистый этап шейно-воротниковой зоны препаратами, которые открывают прикапиллярные сфинктеры. Это гинкопилоба, гибилан от компании Skinosil. Это центеллоазиатская, это шикарный коктейль ВЛД-формы, Forte от Skinosil. Там все нужные компоненты, которые влияют именно на качество плотности стенки капиллярного русла, на реологию крови. Идет расширение, растворение тромбов. И это очень важно в восстановлении именно питания волосяного фолликула. Поэтому этот препарат однозначно поможет нам и в такой актуальной проблеме, как постковидная аллопеза. Мы с вами разобрали всю мезотерапевтическую линейку от ApriLine. Напоминаю, что препарата 3. SkinLine для молодой кожи до 35 лет. AgeLine для лиц старше 35. И HairLine – это для восстановления роста и качества валов. Все препараты созданы по инновационной технологии Chak Technology. Они имеют модификацию гиалуроновой кислоты с мезокомпозициями, спрятанными вовнутрь гиалуроновой кислоты, которые не растворяются, не биодеградируют раньше 14 дней. И ваша ткань, ваша кожа получает по капельке, но на протяжении этого длительного времени получает нужные лечебные компоненты. Используйте препараты ApriLine, используйте мезотерапию. Она остается актуальной в профилактике и в коррекции возрастных изменений. И будьте с нами, будьте здоровы! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok